Начали, да? Да, начали. Здравствуйте, дорогие мои зрители, дорогие слушатели, подписчики. Мы с вами начинаем вебинар, ритуалы, которые работают. Давайте по традиции блогерской спишемся в чате, да? Скажите, пожалуйста, меня видно, меня слышно? Каждый раз, когда я это говорю, я вспоминаю, это тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе с красного? Прекрасно, супер, да. Всем прекрасного, доброго дня, утра, вечера, в зависимости от вашего часового пояса. Да, все отлично, все прекрасно. Я соскучился по вам, я соскучился по работе на вебинарах, потому что в январе был в таком состоянии собирания, да, собранности. И вот даже слов не могу, вспоминаю январь, когда лежал на диване в этой майонезной комме салатной. И даже слов собрать-то не могу. В январе отдыхал, в январе восстанавливался, в декабре было очень много телевизионной, большой, такой глубокой работы, насыщенной. В январе тоже было много съемок, и сейчас пришло время поделиться с вами знаниями, закрыть мой личный персональный гештальт, потому что тема ритуалов, ритуалистики, магии, эзотерики, колдовства не на предмет раскладов на картах Таро, а на предмет действительно какой-то магической работы, она в моей школе обсуждалась давно. Мне честно, откровенно, долгое время хотелось создать какой-то курс об этом, я предпринимал несколько раз подобные попытки, и каждый раз, как жуткий перфекционист в плане работы, оставался неудовлетворен этим процессом. И сейчас, наконец-таки, вот действительно вся энергия собралась в одной точке, в одном принятом решении, в одной идее. Я сегодня с вами поделюсь этой идеей, я понял, как можно реализовать вот эту эзотерику без эзотерики на предмет ритуалов, на предмет какого-то колдовства и волшебства, чтобы и я был доволен, и аудитория в том числе. Поэтому мы с вами сегодня будем обсуждать ритуалы, которые работают, и мы с вами будем говорить о принципах ритуалистики, о том, что этого бояться не нужно, и как сделать так, чтобы ваш магический процесс, то пространство магическое, в которое вы заходите, чтобы оно работало. Но перед этим мне бы хотелось бы узнать, как ваше настроение, какие ожидания от вебинара, кто захочет поделиться, написать, пожалуйста, пишите, либо вы можете поставить одну из двух цифр в чате. Например, единицу, кто видит впервые меня, кто не проходил какие-то мои обучения, вот ничему не учился, но попал на этот вебинар и хочет послушать, там, зацепила, не знаю, там, моя манера речи или какой-то яркий рилс или шортс. И ставьте цифру 2, кто уже давно со мной, и пишите, из какого вы города или страны, мне будет интересно, у нас очень такая разношерстная публика, много единиц, двоек, прекрасно, Барнаул, привет, да, вообще всем привет, Москва моя любимая, привет, 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 Баку, Санкт-Петербург родной мой, прекрасно. Я вижу, что у нас очень много разных участников и новичков, и старичков из разных городов и даже стран. Новосибирск, привет, я был в вашем городе, он мне, кстати, Питер очень напоминал, когда я там был, из Таиланда с нами, супер, то есть прям вот за магичем сейчас по полной, да, на весь мир. И у меня к вам еще такой вопрос, он покажется вам странным, дебильным, но вы потом поймете, почему я о нем спросил. Вот вы когда-нибудь задували свечи на торте на дне рождения? Подскажите. Задували свечи на торте на дне рождения? Да, 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 да. Я сейчас объясню, почему спрашиваю. Кто-то говорит, что никогда, кто-то говорит, что знает, что нельзя этого делать. Угу. Но большинство людей, да, в чате, в вебинарах, в комментариях, под видео пишут, что да, задували. Кто-то не задувал. Еще такой вопрос. А вы загадывали желание на Новый год? Давайте, про Новый год. Загадывали желание на Новый год? Или вообще, загадывали когда-нибудь желание? Так. Есть те, кто никогда не загадывал желание, ничего не хотел, не верю я в это вообще. Вот я отказываюсь в это верить, потому что в жизни каждого человека могла произойти какая-либо ситуация, когда мысленно, да, на уровне ментала, на уровне мысли формы вы произносили про себя «Хоть бы вот это получилось» или «Хоть бы вот это произошло». Поэтому я отказываюсь верить, что кто-то никогда не загадывал желание. Может быть, Новый год-то кто-то и не празднует, да, но то, что желание вы загадывали, это 100%. Да. То есть огромное количество утвердительных ответов. Ага, кто-то пишет, что загадывала, но, увы, не сбываются. Вот мы как раз-таки для этого и собрались понять, как делать ритуалы так, чтобы они сбывались, да. И к чему я задал эти два, казалось бы, дебильных, дурацких, идиотских вопроса, да, про свечки на торте на день рождения и загадывали ли вы желание на Новый год. А к тому, что в позитивном и хорошем смысле этого слова, вот реально, в позитивном, я сейчас не хочу никому навязать там свою точку зрения, свое мировоззрение или как-то обесценить ваше мировоззрение. Но хотите вы или нет, я искренне убежден, что колдуют, ритуалят абсолютно все. И в этом нет ничего плохого. Потому что то же самое желание, которое вы загадываете, или то же самое желание, там, какое-то прошение, обращение к вселенной, или желание в Новый год, это ментальная магия. Ментал, да, это сфера мыслей, сфера идей на эзотерическом языке. Соответственно, загадывая желание, вы уже создаете некую мыслеформу, да, вы визуализируете свое желание. Это ментальная магия. Свечка, которую ставят на торт на день рождения, в древности, то есть издревле, считалась неким подношением духом рода. То есть их зажигали, как некий вот элемент почитания духов рода, что у человека день рождения, он пришел в эту родовую систему, он в ней появился, он в ней проявился, в этой системе. Да, он в ней живет и существует, он питает ее в хорошем смысле, слово своей энергии. Поэтому колдуют абсолютно все. И то, что нам кажется чем-то бытовым, постоянным, понятным и логичным, на самом деле является ритуалом. И в слове колдовство, и в слове ритуалистика, если мы матчасть подтянем, мы тоже ничего сверхотрицательного не найдем. Потому что что такое ритуал? Ритуал – это определенная последовательность действий, если мы копнем значение слова. То есть это определенная последовательность действий для совершения какого-то процесса. Поэтому я хочу, чтобы первый момент, который мы с вами сегодня зафиксировали, что к ритуалистике, в хорошем смысле этого слова, я уважаю абсолютно и люблю и признаю все конфессии, относится огромное количество процессов, и все, что приносит человеку благо, что помогает ему продолжать род, что помогает ему чтить свою семью и предков, а это очень важно в наше время. Да, вот у нас 2024 год, год семьи, и это прекрасно. Да, семья – это ценность, семья – это поддержка, это надо культивировать. И все, что идет во благо, с пользой, с конструктивом, тоже может быть каким-то ритуалом. И сразу же здесь я хочу еще один момент закрыть, что все, что я вам буду давать сегодня, все, что я вам буду давать на учебном курсе по ритуалистике, будет носить исключительно позитивный, конструктивный характер. Я не буду преподавать какой-либо деструктив. Я за моменты помощи человеку. И я хочу, чтобы вот этот такой мракобесный флер, вот этот шизотерический, что ой, колдовство, это свитера из кладбищенской крапивы, это там, я не знаю, пюре из жабьих бородавок, фу, блин, как это верзко. Вот я хочу, чтобы вы поняли, что ритуал может быть конструктивным, он может про вас говорить, и про ваш личностный рост. И в этом нет абсолютно ничего плохого, и в магии нет ничего демонического, если мы не идем в какую-то историю контракта с третьими силами. И вот часто всякие неопытные блогеры, которые играют в психологов, говорят, я не из-за атерек, я вот как психолог могу вам сказать, вот мы будем только психологией заниматься, потому что вот, ну, это только работа с силой, а вот только она с помощью себя вы можете что-то получить. Как будто магия – это история, вот что не с помощью себя. Когда мы делаем ритуал на личной силе, вот когда мы делаем колдовской процесс и ритуал, мы работаем со своей энергией в позитивном ключе. Магия и ритуалистика – это ваш, в том числе, личностный рост. Вот, поэтому вы, когда проводите ритуалы на личной силе, вот, то есть вы, когда совершаете какой-то процесс, не обращаясь ни к каким третьим силам, духам, то есть вот я против этого момента, я против заключения каких-то магических контрактов с третьими силами. Я за личностный рост. Поэтому не надо, вот, и вообще смешно читать и видеть скрины этих психологов, у которых нет опыта консультирования, потому что психология, я сам психолог по образованию. У меня высшее психолого-педагогическое образование, но у меня есть опыт консультирования людей. Это то же самое, что врач. Отучился на врача, но ни разу не провел операцию. Поэтому, ребят, магия – это не то, что вы продерегировали Джину Аладди из сказки «Аладдин» свой запрос и сами ничего не делаете. Не надо так относиться к эзотерике. То есть я за адекватное отношение к эзотерическому процессу. Магия – это личностный рост. И вообще магия, магия – это царица всех наук. И это сейчас не мой какой-то бред из разряда, что Земля плоская, рептилоиды живут в канализациях городов и так далее. Изначально человек постигал этот мир через своё магическое представление о нём. А из этого магического представления о нём вышла наука. Химия родилась из алхимии. Это исторический факт. Да, психология тоже. То есть магия – царица всех наук. Это колыбель знаний о мире. Да, природоведение, общество знания, биология, анатомия. Это всё вышло изначально из магии. Исторический факт. И причём факт, утверждённый, не является каким-то бредом про плоскую Землю или рептилоидов из канализации. И я за то, чтобы мы сейчас поставили точку, что Алексей Гришин под магией, под ритуалами, под эзотерикой подразумевает ваши личные действия, вашу работу над собой, понимание процесса, матчасть в виде истории и полное осознание, вот пятый момент, полное осознание того, что мы за конструктив. Вот это всё понятно. Давайте в чате отпишитесь, пожалуйста, кто понял, что мы сейчас будем не петухам голову рубить и вязать свитера из крапивы, заниматься каким-то вообще святотатством. Потому что я ещё раз говорю, я все религии уважаю. И вера тоже очень многое может дать. Это круто, это правильно, если кто-то такой путь для себя избрал. Это замечательно. Супер, куча, да, куча понятно. Прям шикарно. Я рад, что у меня адекватная аудитория. Спасибо вам. Тогда давайте поговорим о том, как делать это правильно. Вот мы сегодня будем разбирать, разбирать, прошу прощения, говорился, мы с вами сегодня будем разбирать ритуал на открытие дорог. Мы с вами сегодня будем говорить о том, как его правильно проводить. Мы препарируем этот ритуал, по косточкам его разберём. И как делать вообще правильно какой-либо ритуал. То есть я вас немного уже обучу. Казалось бы, самое первое, что приходит на ум, когда мы говорим про ритуалы и ритуалистику, что нужно верить. Да, вот я часто выкладываю какой-то короткий ролик, там, да, по соцсетях, и мне пишут комментарии, там, ответы на этот ролик с магическим советом. Мне пишут, мне это не подходит. Вообще, самое главное, верить. Ну вот смотрите, я вам скажу честно, откровенно, что вера в магии, это вообще дело третье. Знаете почему? А просто потому, что если бы вера в магии так была важна и нужна, я вера не про какие-то религиозные моменты. Ещё раз подчеркну, уважаю, люблю каждую конфессию, это ключ к пониманию мира. Важный ключ к пониманию мира. Я про, вот, например, я верю в это, я верю в то. Вот в ритуальном процессе магическом вы можете не верить в этот процесс, потому что вера именно в магии, дело третье. Потому что вот если бы всё так работало, ну все бы были мультимиллиардерами. Ну если вера так важна, ну вы же верите, что вы миллионы можете зарабатывать и получать. Где они? У меня тогда вопрос. Как не проводишь этот опрос в соцсетях? Какой у вас самый главный запрос, с которым вы пришли ко мне в блог? «Деньги, деньги, 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 money, 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 money». Да, то есть всё время, всё время, всё время там это фигурирует. Но вы же в это верите. Почему тогда это так не работает? Потому что в магическом процессе, в ритуале, на самом деле, важны другие ингредиенты. Вера тоже важна. Я её не отрицаю. Вера в процесс, там, в белую лошадку на телефоне, вот моя стоит, уже огромное количество лет, пашу как лошадь. И рад этому, то есть у меня адекватное отношение к работе. Смотрите, вера подкрепляет. Но и без вот этого «верю, не верю, люблю, не люблю» очень многое может произойти. И вот первое, на что хочу, точнее, уже не первое далеко, но вот мы подходим к тому, что действительно важно в проведении ритуалов. Первый момент. Важен уровень вашей личной силы. Личная сила – это ваша уверенность, ваш внутренний стержень и ваш накопленный опыт. Личная сила увеличивается в тот момент, когда вы делаете что-то новое для себя. Согласитесь, что есть люди, вот они заходят в помещение и начинают что-то говорить, говорить, там, сыпать какими-то проклятиями, что-то говорить. Но вот на них смотришь и понимаешь, что они что-то там сказали, что-то там прошамкали, что-то там промямкали, и у них вот эти слова такой соплей густой на губе повисли. И ты так смотришь, мальчик мой, иди попихи. И вот ты никаким образом, ну вот ты не мог, понимаешь, вот это как вот Данила Мастер, да, и хозяйка Медной горы, но не получается каменный цветок. Вот все, и так, и сяк, но не получается каменный цветок. Вот есть люди, у которых вот не получается каменный цветок, они там что-то стараются, что-то шамкают, что-то жамкают, что-то пык-мык, но вот не получается у них никак этот каменный цветок. А есть люди, которые заходят, которые ничего не говорят, вообще от слова совсем, отвратительная фраза, на корню выдернуть из своего лексикона, в общем, ничего не говорят, но от них так тащат и прет энергией, что как-то вот одно место-то жим-жим у нас у всех, да, когда эти люди заходят в пространство, то есть они с собой все помещение, свои энергии заполняют. Кто-то сталкивался с таким типом людей? Были ли такие моменты? Поделитесь в комментариях. То есть это уровень личной силы, это ваш внутренний стержень и ваш накопленный опыт. То есть смотрите, к чему мы с вами подходим? Что вот есть какой-либо ритуал, да, вот есть какой-то ритуальный магический процесс, да, ну допустим, ритуал на привлечение денег с зеленой свечой, да. Кстати, кто пишет, что да, встречались с такими людьми, с ними неуютно, это означает, что ваш уровень, вашей личной силы вас не устраивает. Вас не устраивает, да, такой вот этот момент. И вам дискомфортно с тем, кто по силе вас больше, вам сложно общаться с людьми, которые выше вас. Соответственно, вот берем какой-то ритуал, да, вот, ритуал на привлечение денег с зеленой свечой, просто вот, да, зажгите так, скажите это, положите монетку, неважно, вот этот ритуал. И вот когда мы подходим к какому-то ритуалу, мы можем его запустить за счет двух вариантов. То есть первый вариант, мы обращаемся к какому-то духу, к божеству, к какой-то сущности, к покойному, к роду, да, то есть вот за счет третьей силы. То есть мы обращаемся к кому-то и за счет этой третьей силы толкаем осуществление этого ритуала. Да, так ритуал может пойти быстро, но у нас третья сила всегда должна получить какой-то гонорар, оплату за свои услуги. Вот эта история, заключение контракта, обращение, я не приемлю, я считаю это не экологично в любом виде, за исключением, когда мы обращаемся к нашему роду. Вот родовые ритуалы, родовые моменты, все, что касается родовой памяти, родовой силы, я на своем курсе по плодовству буду давать. Остальное обращение к каким-то духам, божествам, сущим, для меня лично неприемлемый момент, я не считаю его экологичным ни для кого из мастеров. Это всегда процесс такой вот договорной, где условия договора меняются быстрее, чем договор оферты для поставщиков одного известного маркетплейса, назовем его ежевика. Все поняли, про который, про кого я сейчас говорю. И вы за счет этого толкаете свой ритуал, то есть у вас как бы ритуал это машина, и вам нужен бензин, да, чтобы поехать. Либо вы за счет вашей энергии толкаете этот ритуал. Почему я не верю тем мастерам, которые не миллионеры, но делают кому-то ритуалы на миллионы. Они сами не могли в свою жизнь привлечь ритуал, ритуалом, или просто какими-то своими действиями, не смогли привлечь деньги в свою жизнь, но почему-то уверена, что вам помогут. Поэтому вот вам еще я хочу дать очень крутую подсказку. Мастер может дать вам только то, чем он обладает сам. Да, одинокая ведьма не поможет вам обрести отношения. Человек, который сидит весь в долгах, в потребительских кредитах, в ипотеках, он не сможет вам наколдовать деньги, потому что он сам не умеет с этой энергией ни в коем случае обращаться. Поэтому я за то, чтобы вы выращивали уровень личной силы. Личные силы увеличиваются в тот момент, когда вы делаете что-то новое для себя. Это новое обучение, новый позитивный, конструктивный опыт. Второй момент. Знание. Второй момент, который важен. Важнее там, верю я или не верю в ритуал. Знание. Есть такое понятие, сейчас я его введу для всех. Технологическая карта ритуала. Технологическая карта ритуала, это описание того, как ритуал пройдет. И это очень важный момент, как данный ритуал, так мы его выполняем. Без отсебятины, без СДВГ, синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Когда, допустим, я выкладываю какой-то ритуал, ой, у меня тут этой свечки нет, но я тут возьму другое, тут я переделаю на третье, здесь делаю четвертое, а потом, ритуал не работает. Вот технологическая карта это подробное описание ритуала, то, как он будет дан, осуществлен, так мы его выполняем. Например, в интернете очень много кривых работ, есть такой, как бы вам сказать, сленг, вот, эзотерический сленг, кривые ритуалы, это когда вот есть один ритуал, есть его правильная модель проведения, но в интернете кто-то как-то там у кого-то украл, слямзил, скоммуниздил, и они все там переделали, переписали иначе. Вот правильно выполнять все четко по технологической карте ритуала. И третье, адекватность проведения работы, потянете ли вы эту энергию, важность проведения диагностики, вот перед каждым ритуалом важно проводить диагностику, изучать, потянете ли вы это. То есть, когда сидит Маша Петрова, у которой 5 миллиардов потребительских кредитов, которая вообще ничего не соображает, не понимает, но все, вот Маша Петрова потеряла контакт с реальностью. Но она загадывает себе Ламборджини Диабло, но она и делает ритуал с Ламборджини Диабло, и для ритуала берет свечку, какую-то, там, даже не ритуальную, а берет свечку, которая осталась от племянника с дня рождения, которая на торте была задута, и она ее где-то отковыряла, и там кусок торта приклеился. Вот, она, естественно, будет потом приходить на вебинар к такому человеку, как я, вот на такой вебинар, который сейчас провожу, и будет задавать вопросы. Да, я загадывала желание, вот как у нас тоже одна написала, я загадывала желание, что-то все не сбывается, что-то ритуалы я делаю, что-то все не работает у меня-то с ритуалами. Как-то вот, ну, не клеится у меня история. Потому что она не взяла то, что она может сейчас энергетически вытянуть. Нам дает, нам дается именно то, что мы, и мы можем получить то, что мы энергетически можем вытянуть. У одного рубля один диапазон энергии, у миллиона, второй, миллиарда третий, и так далее, и тому подобное. Поэтому вы можете не верить ни в белую лошадь на заставке, ни в утки-мандаринки на заставке, вы можете не верить, я не знаю, там вообще ни в какие ритуалы, которые я даю, колдунь Ефросинья из Вятского леса дает и так далее. Пожалуйста, не верьте, но если у вас, первое, высокий уровень личной силы, второе, вы сделали все правильно, третье, ваш запрос в рамках ритуала адекватен и соразмерен вам, вы даже не веря в этот процесс, от пространства получите этот запрос, его реализацию. И более того, не забывайте, что любой ритуальный процесс, давайте еще такое негласное, четвертое правило добавим, что любой, абсолютно любой ритуальный процесс, он должен на физическом плане быть прикреплен, закреплен действием. Это вот такой фундамент, проявление на человеческом плане. Вот когда проводится работа, вот, кстати, по словам работа, я имею в виду проведение какого-то ритуала, тоже такой вот эзотерический сленг. Когда проводится какая-то определенная работа, подкрепите ее действием, да, и не забывайте, что суть любого ритуального процесса, то есть суть любого ритуального процесса, это сфокусировать вас на конкретном намерении. Ритуал это фокусировка вас на намерении, допустим, тот же ритуал, там, с зеленой денежной свечой на деньги, он вас фокусирует, все, он вам создает очень сильный импульс в сознании, что вот вы идете в эту реализацию, вы идете зарабатывать деньги и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Все. Это очень сильный, очень мощный импульс. Но если вы ничего не будете делать, будете как Емеля на печи ждать вот эту магическую волшебную щуку, вы не получите никакого результата. Пожалуйста, вот кто зашел в мое пространство с инфантильной позиции, что сейчас лошадь решит за вас все, утки-мандаринки позволят мне ходить на свидания, зеленая свечка станет спасением от всего, вы можете так же легко, как вы зашли в мое пространство, выйти из него, потому что я ничего вам не помогу, ни в чем не помогу, если вы не хотите ничего делать. Это как у меня был запрос, я проводил комплекс работ, потому что мне хотелось попасть на экран. Но дальше же мне надо было и себя в порядок привести, и ездить и сниматься, это большой труд. Поэтому давайте так, ритуалы могут быть адекватными, ритуалы могут быть экологичными, и ритуалы требуют от вас действий без инфантилизма. И давайте, раз мы с вами заговорили про ваши способности, про личную силу, и чтобы наш вебинар стал еще более насыщенным и ярким, я проведу для вас онлайн-расклад. Какой у вас дар? Ответы будут в конце вебинара. Сейчас я хочу, чтобы вы сосредоточились, посмотрим, да, уровень вашей личной силы, в чем вы одарены. Посмотрите на экран, можете посмотреть сейчас на меня. Я тасую колоду, карт Таро, и обращаюсь к силе великих арканов Таро с просьбой провести такой общий онлайн-расклад для зрителей этого вебинара. Какой у них дар, да, в чем заключается, так скажем, в чем заключается, какой уровень личной силы, что они могут. Ответом будут три случайные карты после сдвижки. Итак, первая карта, вторая карта, и третья карта. Я выложил карты перед собой, вы ответы узнаете в конце вебинара. Сейчас просто зафиксируйте цифру 1, 2 или 3, раз уж мы начали, да, разговор про личную силу, давайте углубимся, посмотрим, такой некий общий срез. 1, 2 или 3. И я рекомендую вам взять листок или ручку и записать. И вообще, так как мы с вами сегодня будем несколько ритуальных секретов разбирать, я вам дам ритуал на открытие дорог и расскажу про него. Сейчас даю вот буквально одну минуточку, ручку-листок возьмите, чтобы была возможность записать. Мы обязательно к этим картам вернемся, я их открою в конце вебинара. Сейчас мы с вами поговорим о том, как усилить ритуал, да, что такое усиление ритуала и какие бывают усилители ритуала. Да, какие бывают усилители ритуала. Есть некие секретные фишки, которыми я хочу с вами поделиться сейчас на предмет того, как вы можете усилить любую ритуальную работу. Поэтому вот кто хочет провозить ритуалы, кто пришел в мое пространство для того, чтобы вы научились, да, для того, чтобы научиться проводить ритуальную работу, сейчас прям нужно будет записывать. Возьмите листок и ручку. Да, вот кто-то уже даже гримуар подготовлен, супер, уже прям профессионалы на эфире с книгами теней свои, да, все подготовили заранее. Я сейчас глотну воды, дам пока вам время отправиться за листком ручкой, сейчас прям буду секретики вам рассказывать. Итак, секреты. На курсе по колдовству о нем тоже я расскажу, их будет еще больше. Итак, что такое усиление ритуала, какие бывают усилители? Есть несколько таких секретных лайфхаков, которые помогают вам провести ритуал еще более успешно и еще более эффективно. Секрет номер один. Это время проведения ритуала. Есть особое время, когда ваш ритуал сильнее может быть запущен. И вот мы с вами ранее говорили про технологическую карту ритуала. Если в технологической карте ритуала прописано, что он выполняется строго в какое-то время, вы не нарушаете технологическую карту ритуала, а выполняете строго по этой карте. Если же там какой-то момент временной упущен, либо указано, что там только на убывающей луне, вы можете в этом цикле убывающей луне выбрать пару моих секретиков, которых я вам сейчас дам, и усилить эту ритуальную работу. Первый момент, очень простой, это благоприятные дни. У меня есть список благоприятных дней, в них работы и ритуалы идут и ложатся сильнее и быстрее. Поэтому, кто списком располагает, делайте ритуалы, делайте работы, заделы для себя, или для своих вопрошающих, или близких в эти особенные даты. Ну а теперь, чтобы не казалось, что я в каждом секрете мой инфопродукт, даю несколько важных секретиков. Еще по поводу времени от простого сложного. Очень хорошо и качественно идут и ложатся работы, если вы начинаете их проводить ровно в 00 часов 00 минут. То есть это вам первый лайфхак. Если вы хотите, чтобы работа хорошо и быстро сработана была, легла, дала свои плоды, и делайте ее в полночь. 00 часов 00 минут. Я сейчас объясню, почему. И сразу для тех, а по какому времени, по тому, который у вас отображается на часах, по вашему часовому поясу вы делаете ритуал в полночь. То есть вы видите, что на часах полночь, и вы в полночь делаете, там, загадываете свое желание в полночь, или зажигаете свечку для ритуала, или добавляете там масло или траву, то есть вы начинаете ритуал именно в полночь. Потому что полночь 00 часов 00 минут, это так называемое в эзотерике, в магии, в ритуалистике, для тех, кто понимает, портальное время. Вот кто у меня был на ритуалах, знает, что я всегда говорю, что я сегодня в ночь буду работать по вашему запросу. Утром вам отпишусь. То есть я начинаю именно в полночь очень многие работы проводить. Потому что любой ритуал, то есть здесь есть тоже определенная логика проведения. Любой ритуал – это трансформация. Мы всегда хотим что-то изменить. Вот, кстати, пишут. Да, Алексей, по ритуалу, который у меня сработал, я делала по времени, как вы говорили, и точно все сработало. Вот, пожалуйста, уже пример в чате, который подтверждает название нашего вебинара. Ритуалы, которые работают. Список вы можете приобрести в моих соцсетях, например, в телеграм-канале, где была ссылка на этот вебинар. Да, «Эзотерика Алексея Гришина». Либо с вами свяжутся мои менеджеры – Наталья, Анастасия. Девочки, кстати, спрашивают, где список. Девочки спрашивают, где список. Девочки, дорогие, Наташа, Анастасия в чате спрашивает, где список. Помогите, пожалуйста, Светлане, Виктории найти список благоприятных дат. Итак, следующий важный момент. Про полночь, да, не договорил? Про полночь. Когда мы проводим любой ритуал, мы пытаемся что-то изменить. Мы пытаемся что-то трансформировать, изменить в лучшую сторону, прибавить что-то. На самом деле, любой ритуал на деньги – это же тоже трансформация. Вы хотите из одной точки в другую точку перевести. Да, из одной точки в другую точку перевести. Это очень сильное время. То есть, если вы хотите усилить ритуал, начинайте делать его именно в полночь. Следующая секретная фишка. Следующая секретная фишка. Сейчас, одну секунду. Следующая секретная фишка. Вы можете усилить ритуал, вы можете усилить ритуал, если вы свяжете его с энергией человека через его дату и время рождения. То есть, если у вас есть возможность провести ритуал для Маши Петровой, да, вот ритуал для Маши Петровой, вы ее число рождения, вы этот ритуал сделаете сильнее. Давайте на простом примере. Я, например, родился 13 сентября. День 13-е – это мое число рождения. 13-е число каждого месяца для меня – это сильный день для ритуалов. То есть, число рождения человека, ритуалы для него срабатывают сильнее. Вы можете пойти дальше и глубже, провести время рождения человека. Там, допустим, он родился в 19-30. Вы делаете для него ритуал на деньги. Вы можете провести ритуал в 19-30. Ну, то есть, чтобы была какая-то сцепка с человеком, чтобы у вас в ритуальном коде, в технологии ритуала, была завязка с энергией этого человека. Через число или через время рождения. То есть, когда есть какой-то усилитель, какая-то персонификация, сигнификатор человека в ритуальном процессе, этот ритуал работает сильнее. Кто-то пишет, если нет времени рождения, записывайтесь ко мне на астрологическую консультацию, сделаем ректификацию, восстановим ваше время рождения. То есть, первый усилитель – это время либо в благоприятный день, либо в полночь, либо в день своего рождения, либо во время своего рождения, либо в число своего рождения, либо в месяц своего рождения. То есть, вы можете по-разному играть своей датой, или с датой человека, кто к вам обратился за ритуалистикой. Второй момент, второй момент, который я рекомендую использовать. Второй усилитель. это свеча «откуп». Как правило, слова «откуп» и «закуп», они у нас относятся в представление тех, кто погружается в ритуалистику, к чему-то чёрному, негативному, нежелательному. Но, так или иначе, когда вы работаете на своей личной силе, вам и себя энергетически нужно прокачивать. Поэтому вторая подсказка. Если вы проводите какой-либо магический ритуал, и вы хотите его усилить, то, создавая ритуал, то есть вы проводите его, зажигаете эту свечку, с правой стороны, правой рукой, зажгите красную свечу, или рубиновую свечку, или алую свечку. Все оттенки красного цвета. Это называется в эзотерике свеча-усилитель. Можете составить короткий оговор, что я зажигаю эту свечу, как усилитель ритуала, я наполняюсь, я отдаю свою энергию во благо, чтобы она трансформировалась в этом ритуале. Вот, кстати, у нас начались вот эти «А если я левша?» «А если я не знаю?» «А если вот так?» «А если вот сяк?» Начался вот этот момент, называется это «беспокойный ум». Он мешает любому ритуалу. Если я что-то говорю, это важно. Если я про что-то не говорю, это не важно. Я сказал, важно левша вы или нет? Нет, значит, это не важно. В эзотерическом пространстве все равно левшавы или правшавы. Правая сторона – это сторона защиты, сторона отдачи, и через красную свечку, которую вы ставите, вы экологично отдаете свою энергию в процессы. Вам свеча работает как усилитель передачи энергии для осуществления ритуала. И вот на курсе по колдовству я буду рассказывать, как проводить ритуалы на определенном месте силы. То есть, как создавать у себя в своих условиях домашних место для проведения ритуала. С какой стороны должны стоять свечи? С какой стороны мы что зажигаем? Как мы выставляем два круга защитных для работы мага? Что такое магический круг? Что такое двойной магический круг? Вот на курсе по колдовству я это очень подробно буду прямо описывать и показывать, как это все работает, как это все выставляется. Потому что ритуалистика – это очень большой, красивый, мощный процесс. Я сказал про время. Второй способ усилить ритуал – с правой стороны зажечь красную свечу, правой рукой сказать, я отдаю свою энергию во благо этого ритуала. Вот так можно составить этот оговор. Это уже, так скажем, про создание рабочего пространства в ритуалистике. Вот на курсе по колдовству я это буду давать. Потому что ваше рабочее место очень важно. Когда вы делаете ритуал, там не должно быть параллельно пять кусков колбасы, бухгалтерский отсчет, фотография кота сбоку. Ритуальный процесс – это очень-очень важный момент. И еще одна подсказка. Вы можете усилить ритуал за счет какого-то сигнификатора человека, за счет его фотографии. И вот тут я вам открою секрет. Не все фотографии подходят для ритуальной работы. Для ритуальных работ берутся фотографии, распечатанные на фотобумаге. Они дают определенный информационный объем, где видны хорошо глаза человека и где он не снял себя в зеркальном отражении. То есть селфи в зеркале, оно даст кривой ритуал. Солнцезащитные очки дадут кривой ритуал. Даже там очки с диоптриями или без дадут кривой ритуал. Я прошу там, допустим, тех, кому я провожу ритуал, или я сам в определенное время своей жизни ходил с очками до того, как не сделал себе лазерную коррекцию зрения. Я снимал очки, сделал себе свежее селфи, распечатал. У меня дома принтер стоит специально под все ритуальные моменты. И я в ритуал на ритуальное пространство выкладываю именно свое фото на фотобумаге распечатанное без зеркальных отражений. То есть, что я не селфи делаю в зеркале. Без очков, чтобы хорошо были видны глаза. Поэтому, если вы ритуал проводите с хорошим намерением, с адекватным пониманием, личной силой, если вы ритуал делаете соразмерно тому, что вы можете потянуть, если вы его делаете по технологической карте, усилили красной свечой, в правильное время, как сигнификатор подобрали фотографию, то вот этот ритуальный процесс имеет очень большие шансы для того, чтобы воплотиться в жизнь. И вот давайте мы с вами разберем один из работающих ритуалов. Мы с вами поговорим о моем проверенном ритуале на открытие дорог. Я сейчас вам его дам. И вот здесь мы прям подробно, да, подробно пропишем, как его делать. Препарируем. То есть, каждый пункт с точки зрения ритуалистики. И, кстати, рекомендую вам сделать этот ритуал, посмотреть, какой будет эффект. Кстати, пришел интересный вопрос. Самому себе тоже надо фото для ритуала? Да, я для ритуала, для себя тоже распечатываю свои фотографии, чтобы это был некий момент усиления. И вот на курсе по колдовству я тоже про него расскажу. Я буду говорить о том, как мы создаем вот это рабочее пространство для ритуала. Это очень важный момент, где мы проводим ритуал. Итак, проверенный ритуал на открытие дорог. И сейчас мы проверим, кто вообще готов обучаться ритуалам, а у кого беспокойный ум не дает ему покоя. Значит, смотрите, какой важный момент. Препарируем каждый пункт. И если я про что-то говорю, это важно. Если я про что-то не сказал, значит, это не важно. Поэтому на моменты, а если, а после, а здрасте, мы не будем на них останавливаться. То, что говорю, важно, несказанное делаем на свое усмотрение. Значит, проверенный ритуал на открытие дорог. Первый момент. Первый момент. Мы выбираем день и время проведения ритуала. Ритуал на открытие дорог делается только в число своего рождения. То есть, если вы родились 2-го числа, то вы сможете этот ритуал провести на, для себя там, 2-го числа. Если вы родились 21-го, то только 21-го. Если 31-го, то только 31-го. Поэтому вы можете провести этот ритуал только в число своего рождения. Это вот первый пункт. Запишите его по технологической карте. Открытие дорог на счастье, на деньги, чтобы у вас получалось найти хорошую карьеру. То есть, чтобы вы открыли себе эти возможности, были защищены в этом пути. Если вы этот ритуал проводите не просто в число своего рождения, а это еще и день вашего рождения, то это гиперусиление. То есть, вообще, самый сильный день в году для каждого из нас наш день рождения, когда все ритуалы идут быстрее и мощнее. Еще раз, то, что я говорю, важно, что не сказано, не важно. Итак, технологическая карта. Число вашего рождения. Как мы можем усилить полночь, да, то есть, некий дополнительный момент, в 0-0 часов, 0-0 минут, то есть, когда, вот, допустим, вы родились с 31-го числа, в полночь с 30-го на 31-ое, когда мы видим, что на часах 0 часов, 0 минут, и пошло уже 31-ое число, мы начинаем проводить ритуал. Второй пункт. Что нам нужно для открытия дорог? Нам нужна наша фотография, да, то есть, некий момент энергетической связки. Нам нужно взять нашу фотографию. Да, представим, что это фотография наша. Фотография должна быть подходящей для всех наших ритуальных процессов. Она должна быть распечатана на фотобумаге, она должна быть не сделанной в зеркальном отражении, и она должна быть такой, чтобы там не было солнцезащитных очков или очков, там должны быть хорошо видны глаза. Вот я прям очень подробно все рассказал. И вот смотрите, давайте простой пример. Мария пишет, как делать тем, кто родился в високосный год? Я хоть что-то сказал про високосный год. Он вообще здесь при чем високосный год? Ребят, соберитесь, пожалуйста. Именно поэтому я на курс по колдовству провожу собеседование. Я не всех туда буду брать. Соберитесь. Для того, чтобы ритуалить, должно быть зерно искромагии внутри. Причем здесь високосный год. Он откуда здесь взялся? Я говорю, в число рождения. Или вы родились 29 февраля? Ну так 29 число то может быть в любом месяце, кроме февраля. Оно каждый месяц есть. Камон. Берем фото. Что нам важно в фотографии, в фотокарточке? На фотобумаге. Не на вот просто там листа 4 мы с принтера распечатали. Так плохо очень ложится энергия. Распечатанное на фотобумаге ваша фотография. Не являющиеся отражением в зеркале. Где видны ваши глаза. Все. Это важно. Остальное не важно. Мы берем фотографию эту свою. Берем ручку. Любую. Абсолютно любую ручку. И любой абсолютно рукой на передней части. То есть где ваше изображение. Где вы. Давайте схематично вас я нарисую. Ну вот. То есть не на белом заднике, а вот именно где вы нарисованы. Вы сверху, справу, справа, снизу, слева вы пишите, чертите, четыре восьмерки. То есть вы наверху, мы начинаем сверху, север, вы на этом фото. Это надо делать до ритуальной работы. То есть вы фото готовите. Восемь пишите. Вот, восьмерка. Дальше. Вы идете, вы идете, это очень важно, против часовой стрелки. Я потом объясню, почему. Слева, напоминаю, что эфир зеркалит, потом снизу, потом справа, вы чертите восьмерки. нам нужно сделать ритуал открытия дорог. Я не говорил, что фото должно быть в полный или не в полный рост. Это не важно, еще раз говорю. То, что говорю важно, что говорю не важно. То есть у нас должно быть вот так вот четыре восьмерки. Мы идем сверху, потом ваше лево, низ и ваше право. Почему? Потому что в магии все, что делается, против часовой стрелки мы раскручиваем пространство. Все, что мы делаем по часовой стрелке, мы закручиваем пространство. Когда мы делаем ритуал открытия дорог, мы хотим открыть для себя дороги на какие-то позитивные перемены, мы должны открыть их раскрутить против часовой стрелки. По часовой стрелке мы замыкаем на себя. То есть мы начертили эти восьмерки. Берем это фото. Дальше мы взяли эту фотографию. Перед временем, перед полночью, накануне числа своего рождения мы берем это фото. Все мы там прорисовали. Дальше мы берем 4 любых свечи. Здесь можно любую свечку взять. 4 любых свечи. Берем 4 свечки и выставляем их. То есть можно взять какую-то жаропрочную поверхность. Берем жаропрочную поверхность, какое-то блюдо. Выкладываем туда фото и ставим так же, да, выкладываем фото и выкладываем, выставляем 4 свечки любых. Берите лучше часовые свечки. И так же их выкладываем сверху, ваше лево, снизу ваше право. 4 свечи. Дальше с правой стороны ставим красную свечку. С правой стороны ставим красную свечку. Можно на том же блюде, если вам позволяет пространство. И мы ровно в полночь зажигаем все свечи. Что мы делаем? Первый, мы зажигаем красную свечу правой рукой. Зажигаем и говорим ее. Я обращаю свою энергию во благо. Я обращаю свою энергию во благо и на проведение данного ритуала. И на проведение данного ритуала. После этого зажигаем именно спичкой, да? После этого мы зажигаем свечи, 4 свечи, свечи, которые у нас на блюде вокруг фото. Верхнюю левой рукой зажигаем. Потом против часовой стрелки идем. Слева ваше лево. Нижнюю и ваше право. И произносим. Дальше будет уже оговор самого ритуала. Давайте еще раз. Выбираем ваше фото. На фото бумаги распечатанные, хорошо видны глаза, не в зеркале сфоткались. Берем до проведения ритуала и чертим. Рисуем восьмерки. 4 штуки. Сверху, ваше лево, низ, ваше право. Дальше. Выкладываем на блюдо на жиропрочную поверхность. Выставляем 4 свечи. Любых. Одна сверху свечка, одна с вашего лево, низ, ваше право. И с правой мы ставим еще свечку-усилитель красного цвета. Когда наступает полночь с 0-0 часов, 0-0 часов, на ваше время рождения, на ваше число рождения, там если вы родились 31 числа, то в полночь с 30 на 31 вы зажигаете сначала красную свечу правой рукой спичкой и говорите, да, я зажигаю эту свечу и я свою энергию во благо применяю для проведения этого ритуала. То есть вам самое главное сказать, что вы свою энергию во благо этого ритуала применяете. Все. Дальше. Левой рукой спичкой мы зажигаем уже 4 основных свечи в этом ритуале. Это проверенный сильный ритуал на открытие дорог. У многих очень большие, крутые перемены происходят. Мы зажигаем и дальше что мы делаем. Точнее, как мы зажигаем. Верхняя свечка, ваша левая свеча, нижняя и с правой стороны. И после этого мы произносим оговор. Очень важный оговор. И оговор я вам скажу в конце вебинара. В конце вебинара вам продиктую, когда я открою три карты. То есть мы в конце вебинара откроем три карты нашего онлайн расклада, да, про ваш дар, про вашу личную силу. И я продиктую вам оговор проверенного ритуала на открытие дорог, чтобы каждый из вас смог в этом месяце или в следующем, в зависимости от даты рождения, провести этот прекрасный ритуал и посмотреть, какие позитивные события в вашей жизни произойдут. Опять-таки, если вы будете что-то делать, действуя для этого момента, да. Красную свечку мы зажигаем правой рукой, четыре ключевых свечи для самого ритуального процесса мы зажигаем левой рукой. И вижу уже большое количество вопросов, но на самом деле очень многие справились. Давайте так, кто в рамках данной трансляции понял? Все ли понятно, готовы ли двигаться дальше? Поставьте плюс. Оговор я в конце вам скажу. Поставьте плюс, если поняли по ритуалу. Кто хочет его провести, сделать. Все понятно, очень понятно, ясно. Супер, сколько плюсов. Так, готовы. А хотели либо вы научиться ритуалам? Вот скажите мне, напишите хочу, если хотите научиться ритуалам, а не просто, а не просто записывать готовые рецептики, а понять уже, как это все устроено. Сколько хочу, да. Пишите, кстати, можете повторное написать. Давайте закрутим эту энергию. Сколько вас, мои дорогие, приятно видеть столько желающих научиться этому. Вау. Прямо у нас настоящий магический процесс идет. Безостановочный причем. Это прекрасно. Это волшебно. Это магически, да. И на самом деле, вот я с чего начал вебинар? С того, что я очень долго думал о том, как бы мне сделать ритуальный курс таким, чтобы он подошел абсолютно каждому. И я понял, что действительно есть те люди, которые не хотят учиться этому как ремеслу, а просто хотят готовых ритуалов. А есть те, кто хотят этому научиться в плане понимания проведения ритуалов. И в связи с этим я наконец-таки дошел до вот этой идеи, которую вы с моей прекрасной командой. Девочки, мальчики мои, огромное спасибо, что помогли это воплотить в жизнь. И сейчас мы презентуем это для каждого участника вебинара. Я решил, что нужно ответить себе на главный вопрос. Для чего мы приходим в ритуалы? Изменить свою судьбу или помочь другим? И в связи с этим я придумал учебные курсы для тех, кто не хочет никому помогать, кроме себя. В хорошем смысле этого слова. То есть я не хочу там ритуали для кого-то. Я вот хочу ритуал проверенный от Алексея прочитать, сделать и все для себя. Подшаманить в хорошем смысле этого слова. И сделать большой глубокий курс для тех, кто хочет понять всю эту концепцию, чтобы потом самим конструировать ритуалы. Поэтому сейчас появится волшебная кнопка, и у вас откроется доступ к моим проверенным ритуалам. Она скоро появится, она уже появилась, да начнется магия. Поэтому для тех, кто хочет подшаманить для себя, я подготовил готовые ритуальные пакеты. Это мои проверенные техники на любовь, на деньги, на чистку и защиту. Каждый пакет стоит 8888 рублей. 4 восьмерки. Пакет со всеми ритуалами, то есть вы можете все пакеты купить. Стоит 19999 рублей. Это выгоднее, чем приобретать пакеты по отдельности. Выберите тот пакет, который вам необходим. Я рекомендую ритуал любой из этого пакета провести после ритуала на открытие дорог. Мы обязательно оговор в конце, сейчас я вам расскажу про учебные курсы, потом я вам скажу, как мы оговариваем ритуал на открытие дорог, как даем свечкам прогореть до конца, что с ними делаем. Я обязательно и карты, вот эти заветные, открою. И ритуал оговор вам тоже договорю. Сейчас я хочу закрыть вопросы тех, кто хочет научиться ритуалу. Если вы хотите приобрести готовые ритуалы просто для себя, выберите тот, который вам нужен, и проведите этот ритуал после ритуала на открытие дорог. Но скидка на пакеты, это ценность 50% скидки, они действуют именно сейчас и именно на этом вебинаре и для участников вебинара. Первый пакет это мои проверенные любовные ритуалы. В нем вы найдете ритуал на привлечение любви, создание семьи, ритуал на привлечение любви, весенний ритуал на привлечение любви. То есть там есть несколько любовных ритуалов. Также бонус видео, три ритуала с красной свечой и бонус книга и видеокурс общие правила практической магии. Второй пакет это проверенные денежные ритуалы. Ритуал на привлечение денег, ритуал на избавление от финансовых проблем, ритуал на срочные деньги, весенний ритуал на привлечение денег, он скоро будет очень актуален, ритуал на удачу, ритуал на избавление от финансовых проблем. Бонус ритуал на создание денежного талисмана и книга и видеокурс общие правила практической магии. Кто хочет приобрести этот пакет, нажимаете кнопку Да начнется магия, чтобы не упустить скидку. И наконец третий пакет это проверенные ритуалы на очищение и на защиту. Там будет ритуал на очищение, очищение от негатива, защиту и на защиту энергии денег, на очищение дома, на избавление от негатива с помощью красной свечи, на избавление от проблем и на увеличение личной силы. Это важно для защиты. Также сильные защитные ритуалы с зеркалами и ножами и книга и видеокурс «Общие правила практической магии». То есть вы можете сейчас по скидке и по кнопке «Да начнется магия» приобрести любой из трех пакетов или взять общий такой пакет, где все три находятся. Более того, в моей школе доступна система рассрочки. Первый взнос 0 рублей. Вы можете приобрести любой из этих пакетов или единый большой пакет, где все три находятся. Большой сборник со всеми бонусами. Можете приобрести это в рассрочку. Если же вы хотите сами научиться ритуалить и стать мастером, я буду ждать вас на курсе по колдовству. Этот курс является большим двухмесячным наставничеством. То есть еще раз, смотрите, есть готовые ритуалы, приобрели сами шаманин, там все подробно описано, можно под этими роликами задавать там и под PDF файлами задавать вопросы, я там все буду отвечать и помогать. Если же вы хотите научиться сами ритуалить и стать мастером, я жду вас на курсе колдовству. Кстати, скажите мне, пожалуйста, кто сейчас на вебинаре находится, кто хочет не просто пакет приобрести, а самому научиться и стать мастером под моим личным руководством. Чтоб я как раз таки вот про что говорил в самом начале, рассказал, как рабочее место составить, да, как вот это все погрузиться в этот процесс. Пишите, не стесняйтесь, кто хотел именно ко мне на наставничество. Или все убежали, нажали кнопку, да начнется магия, чтобы быстрее в виртуальный Хогвартс попасть с пакетами, с ритуальными. О, кто-то очень многие, я хочу, очень, хочу, хочу, сама, нужные аж руки горят, хочу на собеседование. Да, вот если мы говорим про курс колдовство, про двухмесячное наставничество, его двери открыты не для каждого. Это не маркетинговый ход. Я впущу в свой круг силы только тех, кто пройдет собеседование лично со мной. Собеседование будет бесплатным. Стоимость курса будет составлять 88 888 рублей. То есть 5 магических восьмерок. Тоже можно будет в рассрочку приобрести. Значит, как это будет выглядеть и что я буду давать на курсе. Для того, чтобы вам оставить заявку на бесплатное собеседование, вам нужно нажать на кнопку, да начнется магия. Вы попадете на страницу с ритуальными пакетами и увидите кнопку, как оставить заявку, как связаться со службой поддержки и как оставить заявку на собеседование со мной на курс. Вам мой директор назначит время дату и время собеседования. Мы с вами свяжемся по видеосвязи тет-а-тет бесплатно. Я задам вам несколько вопросов, узнаю вашу дату рождения и в течение суток я проанализирую все, что посмотрю, что мне нужно по дате. Дам вам ответ, готов ли я вас взять на курс по ритуалистике. Потому что я правда хочу брать не всех и беру не всех. Вот у нас уже были собеседования по анкете предзаписи. Там было, по-моему, в районе 70, там больше 70 участников было. Вот я из них отобрал где-то в районе 25, 26, 26, по-моему, сейчас человек у нас отобрано. Я еще сегодня провел пару собеседований до вебинара. Вот, то есть, смотрите, там в районе 75 и вот 26 отобрано. То есть я не всех беру. Но собеседование бесплатно. После собеседования, если вы сами, да, уже прям горите и хотите, и еще после собеседования получите ответ положительный, да, что я вас хочу видеть в своем круге силы, вы сможете вступить в него. И сразу предупреждаю, стоимость круга силы индивидуального вот этого курса в группе, там индивидуальная будет группа. Я буду отвечать там каждому. Мы будем вместе ритуалить. Это будет наш круг силы, да, уже будет стоить 88 тысяч 888 рублей. Кстати, вот кто-то, кто прошел, пишет, меня взяли. Да, да, очень приятно. Ребята, кто прошел собеседование, кого я взял в круг силы на двухмесячное наставничество по колдовству, да, пишут, что это счастье. Супер. Значит, смотрите, можете заявку не оформлять. Кто готов пойти на этот процесс, на эту стоимость, по ссылке, по кнопочке, да начнется магия, да начнется магия, вы можете попасть, записаться на бесплатное собеседование. И теперь бонус. Кто попадет в круг силы? Кто попадет в наставничество бесплатно, бонусно, получит все ритуалы готовые. Убьет двух зайцев сразу в хорошем смысле этого слова. Мы на наставничестве будем разбирать и магию зеркал черных, будем говорить про ритуальную диагностику, про метод работы с книгой судеб, что такое поставить на пространство, диагностика по фото, по пространству, по книге судеб. Мощные чистки и защиты разберем, работу с вольтами и со свечами, работу с травами, с пеплом, с дымом, с ведьмином котлом, с нитями и с узлами. Это будет очень большая ритуальная работа, будет пять больших живых трансляций, живой чат, мы будем практиковать вместе. Все материалы будут в записи потом, после проведения живых трансляций, доступны в бессрочном доступе для участников, поэтому невозможно будет что-то упустить или пропустить. Я два месяца буду давать вам азы своей собственной ритуалистики. У нас будет закрытый чат круг силы с избранными, живой поток с трансляциями, общение в круге силы с единомышленниками, совместная практика проведения ритуалов, то есть я передам весь свой накопленный ключевой опыт в ритуалистике, и в подарок все три ритуальных пакета и записи в доступе навсегда. И чтобы к этому прикоснуться, вы можете сделать один шаг волшебный, один короткий простой ритуал, нажать на кнопку, да начнется магия под этим видео. И выбрать, если вы хотите просто для себя поколдовать готовый пакет ритуалов в рассрочку, или же нет, общий сборник всех ритуалов, или оставить заявку на бесплатное, индивидуальное, лично со мной по видеосвязи, тет-а-тет-собеседование. Возможно, вы попадете на курс по колдовству, вы вступите в ряды нашего круга силы. Кто готов, нажимайте кнопку, да начнется магия, а также приготовьтесь к тому, что мы откроем ваши карты Таро. Посмотрим ваш дар и вашу личную силу. Давайте, кто выбрал карту под номером 1 в начале вебинара, поставьте снова единицу. Поставьте единицу. У кого была первая карта? О, много единиц. А там за этим скрывается двойка. Двойка жезлов. Карта планов. Ваша личная сила обладает большим объемом энергии, потому что жезлы – это масть огня, импульса. Но пока, так как это двойка, находится в спящем режиме, на самом деле внутри вас сидит очень хороший интуит, который по двойке жезлов прекрасно может распланировать будущее и заглянуть в него не только в свое, но и в будущее близких. У вас дар интуита, дар провиться. Вам хорошо работать с картами Таро, хорошо диагностировать. Если вы хотите прокачать это, я жду вас на наставничестве. У кого двойка была, признавайтесь, там прекрасная карта. Вообще, очень хороший онлайн-расклад у нас. За двойкой скрывается король жезлов. Еще огонь, еще огня, да, в нашем онлайн-раскладе добавилось. Аж забудухание сперло, когда речь пошла о короле жезлов. Короли – это управление. Вы можете управлять реальностью. Маг и медиум – два специалиста в мире магии. Медиум хорошо просматривает, а маг хорошо меняет реальность. И вот у вас задатки мага. Вы можете управлять и переконструировать свою реальность и реальность близких или тех, кто к вам обратился. Вы можете заниматься ритуалами, особенно которые будут связаны с огнем и диагностикой по пламени. И огню я как раз-таки буду обучать на курсе колдовство. Для тех, кто выбрал третью карту, для тех, кто выбрал третью карту, там прекрасная королева Пентакли. Обожаю эту карту. Она когда выпадает, она часто говорит о том, что вы можете очень много заработать. Больше, чем обычно. Больше, чем вы предполагали. И королева Пентакли здесь говорит о том, что у вас есть хорошая финансовая интуиция. Даже если вам сейчас покажется этим странным, это сидит и спит глубоко у вас. Ведь эксперимент же чистый и честный. Вы же сами выбрали тройку. И что касается королевы Пентакли, это финансовая магия. Развивайтесь с точки зрения финансов, развивайте себя. И по королеве Пентакли, задумайтесь, может быть вам приобрести пакет денежных ритуалов по кнопке «До начнется магия». Точно пойдет подвигать пространство, раз вы выбрали королеву Пентакли. Очень позитивный расклад. Добавим такую нотку позитива в наш с вами вебинар. И давайте мы с вами сейчас завершим ритуал открытия дорог. Готовы? Поставьте плюс. Я хочу вам продиктовать оговор. Сейчас завершим ритуал на открытии дорог. Поставьте плюс. Итак, вы зажгли все свечи. Все горит. И в тот момент, когда у вас все горит, уже идет ритуальный процесс. Именно в этот момент вам нужно произнести оговор. Записываем его. Сначала мы говорим открывающие слова. У каждого оговора есть своя конструкция. Мы произносим стандартный зачин. То есть начинаем. Я зажег или зажгла эти свечи для ритуала открытия дорог. То есть мы говорим, для чего мы зажгли эти свечи. Я зажег или зажгла эти свечи для ритуала открытия дорог. Я зажег или зажгла эти свечи для ритуала открытия дорог. Данный ритуал будет работать вне зависимости от того, как и по чьей воле потухнут эти свечи. Как и по чьей воле потухнут эти свечи. Это очень важно, потому что свечи могут быть разные. Свечи могут быть разные. Ситуации тоже могут быть разные. Бывают такие моменты, когда свечку, кто-то кот даже прошел, потушил. Там лапы есть такие уникальные коты. Поэтому можно сказать, что данный ритуал будет работать вне зависимости от того, как и по чьей воле потухнут эти свечи. Данный ритуал будет работать безопасно и во благо. Данный ритуал, следующая строчка. Данный ритуал будет работать безопасно и во благо. Всему сущему и во всех смыслах. Чтобы вы себя максимально обезопасили. То есть вы за чин произнесли водную часть. Я зажег или зажгла эти свечи для проведения ритуала на открытие дорог. Данный ритуал будет работать вне зависимости от того, как и по чьей воле потухнут эти свечи. Данный ритуал будет работать безопасно и во благо всему сущему и во всех смыслах. Это за чин ритуала. Дальше вы читаете следующий текст. Основной текст оговора. Свечи все горят. Открываю дороги и возвращаю свою силу. Открываю дороги и возвращаю свою силу. Свою оставшуюся энергию в каждом месте, дне, в каждом лике и в каждой судьбе. Открываю дороги и возвращаю свою силу, свою оставшуюся энергию в каждом месте, дне, в каждом лике и в каждой судьбе. Давайте еще раз повторим. Открываю дороги и возвращаю свою силу, свою оставшуюся энергию в каждом месте, дне, в каждом лике и в каждой судьбе. Дальше. Выстилаю путь перед собой. Выстилаю путь перед собой. С защитой крепкой, как стеной. Выстилаю путь перед собой с защитой крепкой, как стеной. Это основной. Давайте еще раз основной. Открываю дороги и возвращаю свою силу, свою оставшуюся энергию в каждом месте, дне, в каждом лике и в каждой судьбе. Выстилаю путь перед собой с защитой крепкой, как стеной. И дальше вы закрываете оговор фразой «Безопасно и во благо быть тому». «Безопасно и во благо быть тому». После того, как вы весь текст озвучили, ритуала на открытие дорог, после того, как вы озвучили весь текст, вы даете свечкам догореть до конца. Если вдруг они до конца не догорают, полыхают, там что-то там происходит, можете их спокойно в конце потушить, потому что вы уже в оговоре себя обезопасили фразой, что вне зависимости от того, как и по чьей воле потухнут эти свечи, вы можете спокойными быть за результат проведения ритуала. После этого фотографией вы фотографии берете и храните где-то подальше от посторонних глаз. Она становится вашим таким талисманом. Но желательно, чтобы ее, как бы, ну, она не была закрыта. Вот прям закрыта, завалена чем-то. На какую-нибудь там полочку уберите ее, поставьте, чтобы в глаза не бросалась, но и закрыта тоже не была. Чтобы и внимание не привлекало, и как бы не зажевано, не задавлено под кипы книг. Чтобы энергия циркулировала, ну и чтобы меньше лишних вопросов там гостя задавали. И храните эту фотографию, все, она будет работать на вас. Это рабочая ваша магическая фотография. Огарки от свечей с благодарностью придаем любой стихии. Например, выбрасываем в реку со словами «Благодарю, спасибо за помощь». Или можно закопать «Благодарю, спасибо за помощь». Да, оговор читаем один раз, я про это уже сказала. И после ритуала открытия дорог вам нужно сделать какой-либо ритуал на вашу конкретную цель. Поэтому я рекомендую, вот если у вас цель встретить любовь и отношения, после ритуала на проведение дорог, на следующий, открытие дорог, на следующий день проведите какой-либо ритуальный задел там из любовной магии, из проверенного любовного ритуала. То есть вы откроете себе дороги и сразу потом как маяк, как сигнификатор обозначите, что вы хотите любовь, приличество и жизни. Это будет как гиперусиление. Если у вас денежный запрос, сделайте на следующий день после проведения открытия дорог денежный ритуал. Или вы можете почиститься и поставить защиту, если вы считаете, что очень много негатива или вы в магической небезопасности находитесь. То есть после открытия дорог рекомендуется проводить задел и проводить работу на ту тему, которая для вас актуальна. Поэтому вы можете найти из трех ритуальных пакетов то, что для вас является важной целью. Ну а для тех, кто хочет научиться самому ритуалити стать мастером, я жду на курсе по колдовству. Оставить заявку на бесплатное собеседование перед курсом, который будет стоить 88888 рублей, его можно купить в рассрочку. Вы можете по кнопке «Да, начнется магия». Жду ваших вопросов сейчас по вебинару. Сколько действует ритуал? В течение года? Сколько хранить фото? Столько, сколько хотите. Какой ритуал на поиск работы? Любой из денежных ритуалов, Екатерина, внутри пакета проверены денежные ритуалы. Нажмите на кнопку, да начнется магия, приобретите денежный пакет, проведите, там есть денежный ритуал, как раз таки, который поможет в поиске вам работы. Скажите еще раз про время. Если родился 30-го, надо в ночь 29-го на 30-е. Да, именно все верно. Подскажите, где должна находиться фотография во время ритуала? Перед вами, в центре, вокруг нее свечи. Если мы открываем другому, фото отдаем вопрошающему. Да, совершенно верно. На фото так же можно делать каждый месяц. Зачем? Да хоть каждый час делайте, если у вас нет ни ума, ни понимания процесса. Можете делать каждый час этот ритуал. Каждые 20 минут делать. Просто. Вот просто вы в пламени, в трубе такой огненной сидели, из-под свечей. Один раз делайте, получите результат. Ребят, что сказано важно, не сказано не важно. Будет ли курс, связанный с музыкой, сценой и магией в них? Ян. А, я по-моему вас узнал, вы как раз таки музыкой занимаетесь. Слушайте, мне все медведи на уши наступили, поэтому от меня музыкального курса с магией вы точно не дождетесь. Там просто кровь из ушей у всех пойдет. Так. Что сказать перед закапыванием свечей? Благодарю, спасибо за помощь. Размер фото любой. Я же сказал, что я говорю важно, что не говорю не важно. Я не сказал, важен ли размер фото. Вот тут размер девочки не имеет значения. Вот тут не имеет значения размер свечи. Ой, вы поняли, фотографии. Я бы об этом сказал. Самый интересный вебинар, столько проходило, и обещанного не рассказывали, была просто реклама обучения. У нас не просто реклама обучения, у нас сложная реклама обучения. Естественно, я не скрываю, что мы здесь открываем для вас возможность приобретать курсы по скидке. Я тут не являюсь вот этим сумасшедшим блогером, который, нет, 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 вы что? Да, 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 я за адекватное обучение. Кто готов пойти в ритуальную работу, нажимаете кнопку, да начнется магия. Кто прослушал, как делать ритуал, и 500 тысяч раз мою фразу, что ребята, вот сказанное важно, а не сказанное неважно, и продолжает спрашивать, какой давности фотографии нужна, хотя я про это промолчал, не идите ко мне на наставничество, вы ничему там не научитесь. Я на собеседование после него вам откажу. Вот если вы ритуал четырьмя свечками не осознали, как делать, не записывайтесь на собеседование. Я откажу вам после него. Я такие вещи прочувствую. Кто у меня был на собеседовании, и кто сейчас смотрит на этот вебинар, знает, что я там даже на собеседовании какие-то вещи про людей рассказывал, которые знать не мог. Мне очень много энергетических моментов вытаскивал. Поэтому, ребята, очень просто. Если вы не в состоянии три фразы запомнить, не идите никуда вообще. Живите своей жизнью дальше. Каждый должен заниматься своим делом. Заводы стоят, все блогеры и экстрасенсы. И еще раз, давайте я на бис, специально для Марины, которая 500-5008 тысяч уточнений задает. Если я про что-то сказал, это важно, про что-то не сказал, значит, это не важно. Это первое правило ученика. 5000 уточнений. Беспокойный ум. Вот вы, когда с беспокойным умом передрачиваете слова спикера, у вас нет никакой собранности, нет никакого стержня. У вас ничего по этому жизни не клеится, и ритуалы никакие не пойдут. Не делайте. Идите печь пироги. Благое дело. Сказал я, любитель пожрать пирогов. Вы спеките пирогов, накормите Гришина. Вот вообще как классно будет. Дальше. Если вы готовы осознанно менять свою жизнь, но хотите ее менять только себе любимой, очень просто. Приобретаем любой из ритуальных пакетов. Если же вы прям осознанное, вы хотите этим заниматься, заниматься адекватно, без мракобесия, а с четким инструктором, то есть со мной, я жду вас на наставничестве. Для тех, кто хочет сам ритуалить, стать мастером, правда, жду на курсе по колдовству, на двухмесячном наставничестве. Двери открыты не для каждого. Я буду впускать в свой круг силы только тех, кто пройдет собеседование. Стоимость курса 88 тысяч 888 рублей. В рассрочку его можно будет приобрести. Собеседование бесплатное. Запись по кнопке «Да начнется магия». Так, обожаю честно. Как я тащусь от вас. Спасибо большое, все понятно. Кстати, как вам вебинар? Как вам вебинар? Супер, отлично, огонь. Мы похохмели, да? Спасибо, спасибо вам огромное, огромное. Я вам искренне... Да, никакой воды. Единственная вода была в стакане у меня в кадре. Спасибо вам огромное. Я жду вас на курсах, на вебинарах. Огромное спасибо каждому и каждой из вас. Я желаю вам всего вдвойне, что вы пожелали мне. Да будет так, и так будет безопасно. И во благо всему сущему, и во всех смыслах. Правда, спасибо вам огромное. Мои волшебные, кто готов открыть двери в мир магии и сказать «Да начнется магия», нажимайте на кнопку «Да начнется магия» под видеозаписи этой трансляции. То есть нажимаем на кнопку. Сейчас уже все, вебинар закончился. Можно переходить на волшебную страницу, выбирать ритуальный пакет, магичить, фиячить, шаманить, и все, как вы любите. Правда, всего вам вдвойне, что вы желали мне. Целую вас, а избранных жду на собеседовании. Нажимаем на кнопку «Да начнется магия». И она начнется. Спасибо каждому из вас. До новых встреч! Так, все. Мы отключились. Класс.